Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok яркая ошибка, которую стоит выделить. Ну что ж, то, что ребята пытаются играть нестандартом, конечно, хорошо, но пока это доставляет им лишь одни проблемы. Два быстро увезенных флага и длинная череда разменов, которые как раз-таки не могут выиграть по причине того, что не могут даже поставить. Вот даже в этом моменте проявляется у нас слабость их него сетапа. Тем временем F88 у нас лежал только что в минусе, переворачивается и уже у ребят из Чикаго назревает хорошая атака. А нет, это у нас срай без очереди, решил подтянуться направо и постреляет непосредственно на размен. Пользуются этим ребята из ВИПОВ, пытаются заходить. Есть F88, видит он аптечку, будет ее брать. Но немножко теряет он времени, потому что не столь сильно он был надамажен. Король из Армении уже без аптечки, но они, кстати, очень сильно надамаживают сейчас. Но в свою очередь есть возврат от тиммейтов и рай без очереди спокойно доставляет и просто не может его F88 сейчас впихнуть. Даже несмотря на то, что рай без очереди, даже не попадавший в последний момент, но собственно увести, ну то есть никак дать увести он не мог. Собственно он свою работу выполняет на ура. Близки ребята из Чикаго были сейчас к доставке четвертого флага, но успели все-таки увести ребята из ВИПОВ и очередной размен. Изид у нас падает полминус, но можно считать минус, потому что она здесь ничего не делает. И она без очереди просто возвратит сейчас флаг, что ж обидно, наверное, сейчас должно быть ребятам из ВИПОВ. Так, ну и что ж. Две с половиной минуты до конца. Ребята из ВИПОВ увозят, пытаются уйти очередной флаг, а Раби, за очередь, уже совсем, видимо, скучно на флагштоке стал и решил он поехать в атаку. Совсем валяшно себя чувствуют сейчас ребята из Чикаго и позволяют условия игры им это. Ну и пока ребята из ВИПОВ не могут найти свою игру. Король из Армении сейчас стоит на ДАшке, но правда он битый, не матерись. Если сейчас у короля нету аптечки, а ее может не быть, то не матерись, имеет шанс его стрелять просто с одной лицей. Нет, все-таки появляется аптечка, но теперь-то аптечки нету, ДАшка может в любой момент спасть и сейчас король будет страдать. Аптечки нету, ДАшка заканчивается, о чем я и говорил, и это возврат, очередной возврат и очередная доставка. Сейчас четыре игрока пытаются, посмотрите на это, посмотрите сейчас на синий, на красный флаг, только сейчас разбираются с рам, буквально секунд 10-15 они пытались его просто столкнуть, не то чтобы убить, и даже не смогли его столкнуть с флагштока. Очень много этот Титан сейчас выполняет, и переоценить его значение в этой игре действительно очень трудно. Случился он сейчас возврат, буквально на уже вражеском флагштоке жалоб возвращает, и ребята даже не дают никаких шансов именно на доставку, чтобы даже не было никакого повода ребят из випов думать, что все хорошо. Нет, ничего у них хорошо сейчас не получается, все очень плохо, и буквально их растаскивают. Ребята из Чикаго, 5-0, и уже минута до конца у нас остается. Никого пытается увозить, но воспалительница это не тот корпус, который должен именно танковать на вражеский флагшток, и благополучно отправляется на респу. С другой стороны, рай без очереди снова в атаке, то есть ребята показывают, что им даже не обязательно иметь титан на флаге, могут они вот, и на такую грустье позволить, потому что нет, собственно, тяжелого корпуса, быковать тут не с кем, ира без очереди спокойно занимает вражеский флагшток. С другой стороны, ребята из Чикаго уже возвращают, аниматически, как все, уже будет доставлять шестую тряпку, 25 секунд до конца, и никаких шансов для ребят из вип Чикаго не оставляют. Ну что ж, подтверждат они, скажем так, званием чемпионов пока, ну, по крайней мере, да, противостояние, играют они определенно первым номером, и все у них пока выглядит просто чудесно. Так, выходят ребята с карты, наверное, да, оставили фонд. Ну что ж, в очередной раз говорит о том, что у ребят все хорошо в плане взаимопонимания координации. Так, сразу ребята из випов начинают активно обсуждать возможный будущий сетап, обсуждать какие-то ошибки, возможно, первого раунда, и вижу я, что заходит на карту Шустре, и я вижу, что наконец-таки появляется тяжелый корпус, о чем я и говорил, и будем надеяться, это принесет в свое плане. Определенно должно это помочь, потому что на отсутствие тяжелого корпуса в дефе, но это слишком много минусов, даже в том плане, что тебя могут просто столкнуть, не обязательно тебя убивать, особенно когда ты играешь на Вика Смоке. Так что титановулкан в этом плане должен быть определенно лучше, должен смотреться, нежели именно Вика Смока. Вижу я, что король из Армении у нас сейчас одевает Хантер Рельсу. В предыдущем раунде исполнял эту роль у нас Гагул, и ребята определенно сейчас будут делать какие-то перестановки. Так, остается у нас 20 секунд, сейчас будут долиты. Из изменений я вижу только, что зашел Мехар Сура, и возможно сейчас выйдет, а возможно нет. Посмотрим, и происходит делиты. Происходит у нас долиты, и игра потихонечку не снялась, правда Гагул сейчас не то, чтобы не самоуничтожить, просто покинул карту, вчетвером они остаются, и Гагул появляется. Не знаю, были ли это лаги. Стоит у нас сейчас на месте, а вот едет. Ну, вообще, по-хорошему так делать нельзя, потому что выход с карты не является альтернативой самоуничтожению, согласно правилам, поэтому, скажем, можно усмотреть в этом действии небольшое нарушение. Ну что ж, в любом случае гранат продолжается, да я тоже пытался увозить, минусует его удачно. Тот самый Гагул, и увоза здесь не состоится. Не матерись, как все, в свою очередь пытаются раздамажить шустре. Тот, в принципе, особо не страдает, но не сказал бы я, что ему прям-таки приятно, выдает, не матерись, две хорошие рельсы. С другой стороны, пытаются сейчас ребята тебе повозить, начинают у них это получаться, будет вывоз влево, и тут есть даже встреча. Ну, правда, в 8-8, ну куда ты едешь? Ну, вот какая вот коммуникация между ребятами, если он сейчас просто проигнорировал своего фагоноса, ну, это очень странно. То есть, в отличие от ребят из Чикаго, которые постоянно и в ДФ смотрят, и есть у них координированные заходы, атаки даже на увозах они играют, как команда. Ну, вот, ребята, из випов пока я такого не наблюдаю. Какая-то определенная у них дискоммуникация. Заход сейчас Дета, жало, жало будет раздамажить, очень больно, на самом деле, от смоки страдает шустре. Есть ли у него аптечка, не знаю, но жало зачем-то смотрит в другую сторону. Может он солить шустре, по крайней мере, имел такую возможность, но, видимо, не знал, что шустре, он сильно битый, и попытался просто увезти. Глодовар возвращает, и пока игра успокаивается. Вот сейчас Гогол переворачивается на ровном месте. Должны мы сейчас от координатора прилететь по шапке обязательно, если он не является. Ну, что ж. И вот F88 зачем-то пытается штурмовать стеночку подъема, очень тоже странное действие. Как-то очень странно играет ребята из VIP-ов, то ли не проснулись, то ли не клеится у них рука к клавиатуре, никак они не могут нажимать нужные кнопки, и все у них выглядит очень печально. Тем не менее, счет пока не открыт, и ребята из Чикаго даже сейчас как-то больше прижимаются к своему флагу. Второй он сейчас на своей базе. Сразу вижу реакцию на заход Гогол, сразу ДДшкинс появляется на дейверах, и будут они сейчас разбирать. Брахамян пытается зайти, но хороший Лисад не матерись, и должен он тут умирать. Да, не матерись, пытался отработать, сейчас не попадает. Тоже какие-то вопросы должны быть у него, или к нему. И пока хороших толковых заходов и увозов я не вижу. Ну что ж, я сейчас предлагаю сходить в конфу к випам. Сейчас, в принципе, счет ничейный, ребята собрались, и будем надеяться, что они сейчас все-таки покажут игру, которую мы от них ждем. Схожу буквально на минутку их предупредить, и, собственно, мы отправимся к ним в конфу. Так, все, предупредил я ребят, и отправляемся в конфу к ребятам из Вип, прямо сейчас. Да, 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 да. Иудо от Аши. а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok я сейчас попытку вас это 88 ну лично я от абрахамян и не наблюдаю никаких лагов а вот сейчас да есть слаги есть небольшой а у нас взрывается анастасия и на настя у нас играла роли молчаливого комментатора ну чтож эта проблема была ссылка заходила бы ну хорошо настя все-таки появляется и массов к слову доставку от випов и счет 10 10 секунд до конца и раунд у нас заканчивается как раз таки в пользу випов что же смогли не собраться и вывести ну да этот лак с абрахамяна не оставили нас сейчас не оставил судя без внимания это им попросили ему замену ну вот насчет слов в чате нет я лично не наблюдал таких прям жестких лагов ребят конечно если у вас будут претензии потом сможете там предъявить жалобу и собственно судьи же вынесут справедливый вердикт и у нас абрахамян снова заходит ну там есть запасной игрок поэтому у ребят не должно быть сейчас проблем выходит из гагул из карты заходит я так понял король из армии я пока не понимаю правда кто был личным ну чтож минут еще есть у ребят и я вижу что рай без очереди одевает нас проводит же и на самом деле это не самое плохое решение учитывая что у них в атаке именно имею ввиду випов и есть рельса есть жига от которой правда и совсем немножко но есть 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 смог на самом деле возможно стоило немножко другую краску подобрать ну чтож раз он считает что на рельсам так надоедает это его право так спрашивает у нас ребята все ли нормально нож я послежу послежу за абрахамянам ну вроде бы все нормально требует ребята сейчас замену может быть стоит ребятам потолкаться чтобы выяснить лагает ли он но сейчас я лагов не наблюдаю я думаю позволю мы играть абрахамянам сейчас здесь будут заметны какие-то лаги мы обязательно сразу попросим его покинуть карту что же происходит у нас дэлит и третий раунд счет у нас 11 и начинаем буквально с нуля да да ребят я обязательно сейчас послежу за абрахамянам без проблем то есть если вы считаете что он так сильно лагает я обязательно за ним сейчас послежу есть заход вот и випов и заход от абрахамяна есть заход от короля из армении но бог у нас без аптечки и будут благополучно умирать ребят у нас из чикаго собирают коробки потихоньку и уже заход на чужие респы забирает как раз таки дроп за которым видимо так хотел заехать король либо 88 и крадет он сейчас у атакеров випов дроп хорошая игра и остается у нас сейчас без меня мотать и не поделись как все сейчас падает минус отличная игра валера мы за тебя очень рада есть заход от деда пытается возить на центр но пички нету и он умирает так с другой стороны заходит у нас ребята из как они ребята зипа пытались вновь штурмовать красный флаг но ничего не получается просит замену деду ну что ж количество игроков за которыми должен сидеть одновременно увеличится но я постараюсь хорошо я в свою очередь послежу за дедом и будем смотреть если тут какие-то лаги вот сейчас как раз он заходит на базу клипом не будем наблюдать едва ли он что-то предъявит против троих но пытается слить изида и умирает сейчас дед но тут уже есть на помощь тиммейта матерись как все сжало и будут пытаться не что-то взять но вот опять же да и собственно ребята снова используют дэшки с респа сто раз я пытался уже намекнуть ребята ну так конечно рельсы имеет право тут один дэшку ну я думаю это мина иначе игроки обязательно бы обратили на это внимание сейчас он двигается сливает нет не сливает жалость аптечка и как-то более успокоилась игра после разгрома первого раунда ребята из вип у нас разобрались что к чему я думаю что все таки виной тому досадному поражению было именно отсутствие тяжелого корпуса дефе сейчас шустрый демонстрирует что не так-то легко его столкнуть да жалко пытался подхватить но уже собственно все умирают и вулкан тут уже даже не вулкан столько сколько титан да выполняет свою работу на ура с другой стороны пытается король из армении зайти и вот та же продиджи сейчас собственно позволяет ему абсолютно спокойно расстреливать короля и тот уже умирает нет ребята это в принципе я никаких лагов не замечал пока поэтому поэтому если у вас какие-то жалобы есть касаемо лагов я думаю что нету нету лагов лагов лично вот мы не наблюдаем поэтому если есть какие-то жалобы после боя обязательно там пишите жалобу специально установленной форме она есть на форуме и уже там будете скажем будут более компетентные люди в этом вопросе уносить вердикты собственно вершить справедливость так и сейчас заход от чикаго хороший заход в принципе в три корпуса но жало уже раздамажен умирает не матерись как все пытается сетизит он постоянно он зачем-то быкует вижу что он пытается именно увозить флаг сейчас поступил инфа о том что флаг увозили выделился на возврат но там уже тиммейта сами подстраховали и вот как только ребята из випов обзавелись тяжелым корпусом перестали отходить скажем от стандартов сразу игра пошла абсолютно ровная и на самом деле да нам тут подсказывают что нет не совсем мясо на карте но что ж карта большая поэтому здесь какое-либо мясо устроить тяжело я помню старый форест это была маленькая карта абсолютно и вот там как раз таки этот замес центре имел место быть но тут карта буквально в два раза больше стала причем вот эти вот заезды их было в разы меньше поэтому на старом форесте если я не ошибаюсь то можно было даже флаг увезти за две секунды на васпе да ну что там как бы была половинка вот этой карты ну немножко видоизмененная и даже немножко видоизмененная а вот немножко песочек я бы потом я даже сейчас вам показал но рисовать нельзя к сожалению на спектаторе поэтому не могу я сейчас вам показать облака но карта была существенно меньше при том что флагштоки у нас находились непосредственно с одной стороны то есть да действительно там увозить было гораздо проще тем временем есть у вас ребят ребята с чикаго это уже довозит до своих респов но натыкается тут на перехват абрахамян и и выступает сейчас трамплин и правда вот это заканчивается дашка нет у него аптечки но возможно эта ошибка сейчас приведет к доставке и ну а люди его спалят сожгут его сожгут его но успеют ли вернуть и нет возврата но брахамян вовремя подсойтил свой вес флаг ну что ж будет попытка сейчас размена на карте смещается он в центр за аптечкой хотя он был абсолютно на фуловый ну что ж вполне принципе логично чтобы свою аптечку еще придержать для опасного случая да возможно у нее просто не было той аптечки зачем рисковать коробки то заканчиваются да и лучше поставить рядом с дашкой шустрик сейчас подхватывает красную тряпку и включает он сразу дашку кстати я заметил что у нас ребята не практикуют вот такой вещь как считание кулдаунов у дейферов то есть вполне логично что есть кулдаун 45 секунд то есть как только включается дроп ровно 45 секунд он действует а потом спадает и на самом деле если бы дейфер без дашки был постоянно именно ловили его на кулдаунах тут наверное счет был бы намного больше жалость сейчас заходит на шустре очень сильно его раздамажить здесь у него аптечка и будет он сейчас устревать не знаю успеет ли год год успевает и размен продолжается но было близко так вот не используя ребятами высчитывание кулдаунов у дейферов у атакеров я помню прекрасно клан который очень хорошо этим занимался назывался этот клан микс который собственно первыми ввели вот такую вот интересную систему просто они писали в чат время кулдауна и в это время старались делать массированные заходы и всегда у них прекрасно это получалось а играли они наравне с топовыми кланами такими как снк аидами и другими не менее известными есть заход от чикаго в три корпуса заходят они неплохо ну вот то ли не прошла или сад не матерись не знаю одевает он хантер хантер ли это да это хантер видимо чтобы уменьшить количество своих переворотов коих было очень много ну что ж минуты до конца счет 0-0 и если тут ребята не сделать какие-то решающие выпады то раунд так и закончится с ничейным результатом и все будет решаться уже в четвертом раунде причем счет у нас 1-1 поэтому в любом случае четвертый раунд будет играться так что условно говоря право на ошибку ребят еще есть вот сейчас дед заходит есть также жало не знаю по поводу аптечки у шустры была у него зида ее сливают начинают его раздамаживать ф-88 вовремя страхует и попытка возврата не удалась с другой стороны неплохо пытались сейчас сжечь раунд без очереди но вылечивает его из зида и раунд без очереди с чем-то скинул флаг видимо хотел отправиться на возврат он сейчас берет кстати абрахамян имеет все шансы вернуть там то есть там до конца боя но ребята сейчас вернут это будет возврат причем возможно обоюдный да и обоюдный возврат и собственно на нем игра и заканчивается ребята сделали те самые решающие выпады под конец и если бы кто-то стал непосредственно флаг штоки возможно это и возымел бы действие а так это взаимный возврат и нулевая ничья у нас в раунде и все будет решаться в последнюю минутку посмотрим что нам приготовят команды так спрашивают меня в чате почему была аптека из 45 секунд не прошло у аптеки насколько я помню меньше кулдан там 30 секунд и поэтому наверное была все таки аптека на тот момент в любом случае на этом считерить как-то невозможно то есть нет такого чита которого мешал бы во время перезарядки онлайн благо у нас защищена от подобных родов вредоносных программ дающих непосредственно преимущество в игровом плане ну что ж будем смотреть к слову ребята и в принципе из обоих команд не так чтобы часто я видел переодевание от них и поэтому ну даже вот если сравнить с первым матчем мы сыграли даже не с первым а со вторым предыдущим мы сыграли в один райконин против мексуса и вот там вот была вот такая своеобразная игра кто быстрее переоденется и как бы такого не наблюдается то есть ребята придерживаются какой-то тактики и стратегии игры не меняют остается 20 секунд сейчас будут делиты ну что 65 секунд дрейка происходит раунд начинается и давайте смотреть показалось мне что абрахамин краску помял нет все так же и в принципе ребята сетапы не меняют в какой-то момент не матерись как все нас одевает краску красный костюм где у нас есть резисты вот вулканы от изида и видимо видимо сделано это для того чтобы больше принимать участие да вот в том что сейчас пытался сделать в том чтобы возить флаги ну что ж с другой стороны гагул на дашке уже ждет помощь от тиммейтов но абрахамин включает уже не тру есть также дашка есть даже дашка сверху и сейчас будет хороший заход ну там уже в принципе готовы дейферы гагул уже потихонечку раздамаживают мог сейчас абрахамин пытаться на своем тиммейте скажем так заехать пытаться увести флаг подтягивается тут король из армении но увоз уже едва ли будет да вот как-то подлагал король из армении сейчас ну что ж увозит он флаг есть у него аптечка и будет он увозить с другой стороны жало пытается увезти были у него сейчас еще и тиммейты в лице деда и джуниора но их всех успешно разбирает дед в очередной раз включает дашку пытается как-то перехватить но видимо не успеет им будет у нас счет 1-0 что уж быстро распечатывать ребят из випов видимо поняли они как тут нужно играть и уже 1-0 полторы минуты у нас только прошло так в отличие от предыдущего раунда на самом деле я тут даже тут предыдущий то наверное не надо стать в пример а потому что вот на самом деле последний раунд когда видел хорошую игру вот ребят из чикаго то есть организованные заходы постоянное давление прессинг это было лишь в первом раунде а вот потом ребята уже не дают никак собственно заходить себе потому что выиграли им второй раунд потом силе венчию третий и пока их все устраивает потому что с такой тенденцией они имеют все шансы затащить вот есть сейчас тройной заход хороший вот ребята из чикаго но вот посмотрите тот же шустрый просто стоит да он сейчас умирает но посмотрите какую работу он выполнил просто колоссальный объем все трое сейчас умирают и собственно ну воза тут уже никакого не будет так подсказывает мне что меня немножко плохо слышно но что ж будем надеяться я тут немножко пошаманил будем надеяться звук у меня улучшился так вот тут сталкивается абрахамян и дета на самом деле обоих у нас пытались увеличить влагу на самом деле да что-то подобное но в любом случае оставим это на решение судей так есть у нас попытка заходов от чикаго заход они в два корпуса есть жала есть дед будут таки потихонечку сталкивать шустры с другой стороны гагл пытается безуспешно увозить сливают у нас ребята шустры и жалоба пытается увезти есть помощь от нематерицы как все есть также король из армении но у жала заканчивается дашка а в валерий нкв у нас падает в минусе да как обычно в минусе все раунды он только делает что позирует у нас оператором ну что ж тут у нас не фотосессия тут у нас игра и здесь каких минусов быть не должно никак он не помогать команде выиграть и тем временем у нас ребята из-за випов дает постоянно вижу заходы действительно разнообразные тот же как у постоянно я вижу его но правда вот он один почему-то всегда пытается им помочь как-то тиммейты но происходит это далеко не всегда так так бросать сейчас свой деф ребят из випов заходит постоянно очень хорошо не заходит пытается слить изиду есть него правда аптечка но с учетом то что пытается сейчас слить именно изиду до сих пор это делать гагул но все-таки сталкивает он вулкан не не самые правильные действия были потому что изиду они не смогли быстро вынести и стоило пытаться раздамажить именно вулкан сейчас король из армении успешно это делает но уже поздно сбивает рельсу королеву 2 без очереди тут уже наверное уозов не будет хотя вот спадает у него дашка и он сейчас сгорит на самом деле я вроде знаю что у него нет аптечки нет есть аптечка и чего-нибудь тут также есть изи да с другой стороны уже убили шустрый у нас есть вывоз красного флага возвращает король из армении его но тут есть уже конвейерный подхват возможно стоит у нас скинуть подниметесь как все в очередной раз он мажет у нас на рельсе почему-то ну что ж есть у вас но с другой стороны тоже ребята из випов не спят возле три корпуса не матерись как все их встречает будет выдавать рельсу по изиде прекрасно понимаю что именно сейчас а именно она будет больше решать но брахами сейчас был без дашки на самом деле возможно стоило его немножко по домашней хотя год он сейчас отправляется на респе и следующая волна атаки может много зарешать пытаются ребята из чикаго вернуть шустрый есть аптечка аптечки наверное нету ну что ж были близки ребята нет аптечка появляется видимо был кулдаун но ребята из чикаго были сейчас близки потому что бы сравнить счет три с половиной метра до конца но от всех игр которые я видел сегодня даже которые возможно сам играл ребята как-то больше жмутся я вижу что изита в принципе не покидает флагшток не совсем это правильно потому что на мой взгляд все таки это конечно хорошо что изита постоянно в дефе и трудно убить дефера но карта огромная тут всего пять на пять я понимаю если бы тут играли ну там восемь на восемь либо шесть на шесть хотя бы но тут такая ситуация происходит что просто это изида в дефе именно в дефе особо то не нужно так что возможно стоите либо подключаться больше к атакам но как-то более активно участвовать потому что да вот сейчас рай без очереди в этой зизе непременно нуждается да он сейчас он помог но вот нужен ли он ему был самого начала потому что у него есть аптечка и это большой вопрос так а мы подключаем очередной розыгрыш кодовое слово у нас invite напоминаю что пишем его через восклицательный знак и таким образом принимаем части в розыгрыше не стоит писать более двух раз потому что система вас просто исключит и дадим вам буквально несколько минут чтобы принять участие и что ж у нас тут была попытка захода от випов хорошо не зашли но появился во время урая аптечка есть у нее также изида и есть другой стороны гагул есть также король из армении а урая то аптечки нету и возможно это будет возврат да и убивать сейчас его и гагул может вернуть и да делает он это но есть обоюдный возврат от деда чуть чуть не успевают ребята и что есть уже подхваты с другой стороны гагул есть и это снова размен ребятам из чикаго нужно что то сделать потому что полторы минуты у них все очень плохо им нужно возвращать как минимум не доставлять сравнивать счет есть неплохие шансы хороший заход в три корпуса жало успевать взять до аптечку и будь и заходить но правда очень больно делать но шустры то уже очень биты нету его уже аптечки но тут уже подстраховать им это швитку прямо в пятером стоят не хотят они отдавать раунд что-то у нас один один напоминаю если они дотерпят этот раунд до конца то одержит в этом бою победу так что не нужна им совсем это ничья сейчас и будут они пытаться именно чикаго не нужна это ничья не чикаго даже чикаго уже я думал что ничью тут максимум что их ждет поэтому им все-таки нужно сейчас собраться и вернуть флаг 30 секунд до конца вижу я четыре корпуса у ребят из чикаго и кстати это возврат и доставка 20 секунд возможно успеют ребята сейчас подхватывать джунир ну куда ты везешь господи 15 секунд зачем ты везешь вот такой вот не побоюсь этого слова глупый траектории зачем ты мог сейчас действительно успеть ну что ж 7 секунд но тут уже есть перехват ну не знаю имели шансы чикаго поставить до сих пор они имеют но ничего не тут добавить были на волоске ребят из чикаго то чтобы выиграть эту игру но что ж боевая ничья ребята на самом деле очень хорошо себя проявили в последнюю минуту вернули даже конвейерная доставка конвейерный у вас но доставку он не завершился кто знает если бы он сейчас поехал в центр а не вот так как он это сделал ну что ж 1-1 боевая ничья все висел на волоске как с одной так и с другой стороны ну что ж таким вот было сегодняшнее противостояние а мы наверное сейчас перейдем к розыгрышу инвайта даем мы не мы мы